алексей пишет а давайте обсудим травматизм в боевых искусствах на вашем опыте на моем опыте хорошо алексей пишет какие были травмы или чаще всего случаются в бои на тренировке и спаррингах расскажите на вашем опыте на ваших наблюдениях окей давайте сразу разобьем этот вопрос на как всегда на несколько подгрупп таких под вопросов да это будет так проще значит существует травматизм как это сказать ньюкамы как ново новопришедших учеников стартующих каких-то учеников да там совершенно регулярные одни и те же травмы на начальном уровне есть травматизм учеников средней руки и есть травматизм уже учеников но смысле бойцов которые уже достигают какого-то более или менее по-настоящему стоящего уровня существует такого рода травматизм вот мы как раз об этих трех разных группах и поговорим значит давайте первый так эдуард пишет жестком спарринге защитной экипе мой напарник отбил мне ребра боковым ударом кулака несмотря на защитную жилетку в перчатку и перчатку мой вес 68 килограмм без партнера был 110 ребра болели несколько недель ну конечно конечно вот кстати продолжая тему поднятую эдуардом по поводу ребер давайте сразу когда я третий свой клуб только начинал ко мне пришел один очень хороший человек у меня был первым буквально учеником в этом клубе и буквально если не ошибаюсь на второй что ли тренировки я ему сломал тоже ребро вот и сломал совершенно не потому что я к этому стремился это был легкий совсем легкий такой спарринг да но ученики вот новое новоприбывающие они очень часто бывают довольно жизненными такие несмотря на то что они могут выглядеть довольно так подтянута они могут там подтягиваться там сто раз например отжиматься тысячу раз и все остальное это не значит что они с точки зрения боевой что они что-то из себя представляют все-таки эти мышцы они работают только на определенные какие-то действия на определенную длинную программу все их суставы именно под это запряжены как бы да и конечно корпус вообще ничего не держит и ребро просто лопнуло у моего ученика лопнуло просто вот так практически легкого достаточно прикосновения вот такая была ситуация например вот вам одна из типичных травм вот сейчас о травмах ребер у молодых учеников ребят я не знаю как ваших и как в ваших направлениях но я сейчас рассказываю еще раз о своем опыте да меня попросили сказать о моем опыте вот я о нем и говорю очень много людей начинают с того что ломают себе ребро и очень много когда я говорю это не значит что каждый там 9 из 10 например нет там может быть один из сотни до или там один из 50 но это травма типичная для новичка такое происходит так алекс пишет при растяжке сифу прыгнула у меня на плечи колено пострадало не делайте так хотя я тогда многому научился окей я не очень понял кто именно пострадал у кого колено пострадало у него до страдало колено так вот возвращаясь травма значит травмы ребер очень частая ситуация почему опять потому что новичок все еще приходит со своими двигательными программами у него представление о защите о своем это бей или беги это типичная ситуация для рефлекс любого животного для рефлекса человека не подготовленного ни к чему и особо развитый рефлекс у спортсменов вот почему я говорю что надо свои рефлексы перепрошивать боевое искусство именно это направлено на то чтобы плохие рефлексы особенно если вы на них еще и ставку делали если вы их еще развивали вот эти плохие рефлексы которые против вас работают их надо конечно отнивелировать какие-то хорошие рефлексы настоящим заменить по сути так вот бойцы но пришедшие не представляют себе что такой защита корпус защищать вообще не умеют если голову они еще пытаются как-то защищать насмотревшись единоборческих чемпионатов каких-то они еще пытаются защищать голову убегать и прыгать нападать пытаться но вот корпус защищать чаще всего не умеют и ребра часто летят и ребра летят как просто от атак причем элементарных совсем которые с бойцами средней руки даже вообще не пройдут ни при каких условиях но ребра летят еще не только от этого сейчас я расскажу еще пару случаях сначала зачитаю значит эдуард пишет начале мы делали спарринг без защитного шлема с решеткой и кингалы были у меня часто потом когда сломали пару носов стали надевать шлем с решеткой ну окей я бы в данном случае сказал что все-таки надо больше уделять внимание не шлемом а защите как мне кажется ну окей в условиях вашего клуба наверное это правда будет хорошо так алекс пишет ребро ломал при пропущенном йоку а также добили один раз коленом теперь болит к смене погоды так добили лежачего после броска да такое конечно да когда лежачего добивают там что угодно может полететь я не знаю голова может вскочить наверное да при слишком большом желании добить окей так вот еще пара случаев два раза при мне тоже новички ломали себе ребра знаете каким образом падали падали подставляли под себя руку вы обращали внимание как падают дедушки и бабушки на улице обращали они всегда как и дети собственно не всегда подставляют руку таким вот каким-то неудачным образом таким образом очень часто получается что рука ломается раз рвется сустав как искать не рвется короче ломается сустав вылетает сустав плечевой бывает такое а бывает так что при этом рука попадает прямо на ребра и за счет собственной массы человек ломает себе ребра не руку да ребра вот после подсечек например да такое вот при мне было дважды подсекаемый просто ломал себе ребра пару раз ломали руки тоже после подсечек падали так удачно вот такие травмы например бывают дальше значит конечно возникают травмы как это сказать это не травма в буквальном смысле сотрясение мозга да сотрясение тоже бывают но чаще всего вот я например в своем клубе всегда стараюсь ставить старался ставить новоприбывших с опытными уже бойцами которые таких вещей не допустят не сломать не ребро не не сделают так чтобы было сотрясение там и так далее люди которые умеют аккуратно работать даже совершенно безумным новоприбывшим человеком который способен там бросаться на амбразуру и прочих подобных вот но тем не менее иногда возникают такие моменты до что вылезти все не модно в основном это связано с тем что новоприбывшие не умеют защищаться отсутствие защиты ну естественно ведет либо к травмам либо каким-то вот такого рода поражением нервной системы центральной так алекс пишет локоть можно травмировать при массированной наработке по легким мишеням листок бумаги или полотенце подвешенные вы имеете ввиду что суставы травмируются при этом да когда вы работаете по легким мишеням да наверно может быть это имеете ввиду пути значит какие еще травмы бывали значит травмы боли у новичков тоже регулярно при условии что клуб нормальный что там по голеням тоже работают вам не горюй не так чтобы сломать и оставить трещины но вот все-таки иногда бывало такое что трещины в горьми тоже остаются приходится залечивать в таких случаях я всегда предупреждал ребята когда вы приходите на тренировку каждому партнеру даже если вы с этим партнером уже в десятый раз работаете на тренировке каждый раз в начале эта работа сообщается в левую голень мне не бей или там я не знаю что там что там куда-то еще там например обязательно сообщать о своих травмах потому что вы здесь должны чему-то учиться а не уходить отсюда в больницу вот такая ситуация так алекс пишет да суставы травмируются ну да я так и понял да теперь еще по поводу новоприбывших у нас несколько моментов они вам покажутся наверное смешные но реально не до смеха несколько раз новоприбывшие уезжали в травмпункт со сломанными пальцами и причем это не от того что с ними там неаккуратно обошлись при работе на там например или неаккуратно еще что-то было это сами вот эти вот люди новоприбывшие не как-то не координирует еще хорошо свои действия и пальцы у них часто оказываются какие в каких-то положениях совершенно несусветных травмируемых явных положениях и пальцы такие травмируются чаще всего такое происходит когда человек пытается защищаться как раз ударов ногами где-то в нижнем регистре но при этом координация движения настолько плохая что подставляет даже просто если пассивно защищаться от ударов ногой вы можете подставить там ладони ребро ладони на не знаю кулака можете подставить да можете костяшки ну как-то что-то подставить хотя бы но у новичков очень часто туда прям пальцы проваливаются и палец какой-то ломается кстати двух пальцев одновременно мы не ломали никогда с одним пальцем чаще всего приходилось и кому-то из бойцов просить довести такого человека до травмпункта чтобы сразу ему оказались необходимую помощь вот если там перелом соответственно гипсом наложили какой-то такой тоже бывал да ну слушайте что здесь поделаешь я всегда на каждой тренировке новичков предупреждаю ребят без горячности вот это вот ваша горячность вот это вот броситься вперед или сделать что-то несусветное волшебное внезапно возобнив себя талантом каким-то какое-то прозрение внезапно почувствовал в мире боевых искусств вы наверное все таки себя травмируете скорее чем действительно ощутить это волшебное прозрение так про спорт пишет я своим всегда говорю можете меня бить ногами руками куда угодно за ваши травмы я ответственности не несу зато теперь они знают что такое травма голени при ударе а локоть ну окей хорошо вот может быть такой вот способ как бы приучение людей к тому чтобы все-таки задумываться над тем что делать как я уже сказал да действительно много прибывшие новички какие-то чаще всего даже не думают даже не соображают о том что они делают пути теперь давайте говорить о травмах бойцов средней руки так про спорт пишет мне в течение одного месяца дважды ломали палец на правой ноге ибо я и оба раза в спарринге в спаррингах ощущение что ну его нафиг ну да да я это хорошо понимаю но наверное это говорит о том что надо как раз сосредотачиваться на формировании своих рабочих поверхностей чтобы так не получалось что пальцы травмируются на ваших ударах и так далее они должны быть должны занимать определенную форму течение того мгновения когда вы выполняете это такое действие эдуард пишет один раз при наработке горах локтями по мешку случайно зацепился мизинцем за мешок и выдернул его отбивал пальцы ног а стопу противника да вот сейчас мы говорим о травмах как раз средней руки уже бойцов да то есть есть момент такой когда вы уже не новичок вы уже не допускаете каких-то ошибок вы уже более или менее средний боец и вот здесь начинаются действительно начинается ряд случайных травм потом вы конечно это перерастает потом конечно вы становитесь совершенно другими бойцами но вот случайные травмы начинают вас преследовать не то чтобы происходит часто но вероятность такого события достаточно высока получается вот пожалуйста вам простой пример например в том же самом московском клубе последнем третьем о котором я говорю у нас была такая практика среди прочего у нас были такие своеобразные я не знаю как даже назвать макеварами по 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 традиции как бы такой только макеварами на ножке этот болтающийся макевары в виде фанеры которая немножечко пружинит с небольшой смягчающей подушкой и эту макевару нужно было держать перед собой один боец держит а другой отрабатывает целый ряд тех да и у нас вот так вот например происходил на каждой тренировке мы отрабатывали целый ряд каких-то элементов технических ударных на этих макеварах почему потому что мы я хорошо понимаю что бойцы которые сюда приходят скорее всего у них нет возможности в московских условиях укреплять свои поверхности и формировать поэтому их формировали на каждой тренировке ну понемногу вот но так достаточно крепко при том что мы ломали эти макевары периодически мы их ломали в том числе заменяли и тогда бойцы когда уже становятся более или менее такими эффективными да не ломают конечно все вот так вот были например такие травмы случайного характера один боец держит другой бьет и это макевары равне ханко летит либо одним краем либо целиком летит в лицо вот такое бывало хорошо в глаз не попадали поэтому я все время предупреждал техника безопасности перед каждым действием набора да я говорю ребята держим таким образом чтобы эта макевара упиралась в вашу ладонь чтобы вектор действия до проходя через ваше предплечье тогда макевара не вылетит у вас из головы а когда вы и из-за рук не вылетит у вас из рук в противном случае вот при таком держании да скорее всего она выйдет вот такие травмы например были дает травму случайного характера когда кто-то забивает что-то пальцы правильно вот как здесь вот пишут у нас бойцы вот когда но я не знаю не проследили да например за пальцами ноги своей я не знаю как как попало к муле там да ну и конечно получили какую травму такое тоже бывало бывали ситуации когда какие-то вывихи возникали а вывихи возникали значит я расскажу вам в один случай знаете вот есть ряд людей у которых сухожилия не очень как сказать не очень плотные да и надо специально эти сухожилия укреплять специальными даже упражнениями там и так далее иначе сустав вылетает из сумки суставной да вот и у нас один боец выполнял достаточно инерционное такое действие у него тоже вот периодически вылетала например вылетал сустав и суставной сонки ну пожалуйста такие травмы то есть это досадные недоразумения скорее не столько травмы сколько досадные недоразумения я надеюсь что на эту тему я достаточно сказал и теперь говорим о бойцах уже более или менее продвинутых какие здесь травму возникают а поверьте мне и здесь тоже они возникают в частности в тех клубах которых я говорю были травмы какого рода когда уверенный в себе боец очень аккуратно почему умелый боец хороший боится очень аккуратно работает с новичком работает так чтобы и себе это было полезно этому бойцу было полезно мы этот мог что-то отработать до работать либо по заданному каком-то как это сказать по заданию по какому-то либо там спарринговая легкая работа например какая-то идет и так далее ну и конечно очень часто бывает что что такие бойцы уверенные достаточно в себе немножечко отвлекаются на что-то и здесь происходит что-то несуразное чего не должно было случиться но такое тоже вот бывает это тоже из ряда уже совсем уже досадных недоразумений вот такое бывает да поэтому я своим бойцам постоянно говорю ребят вот таким уже продвинутым я имею ввиду бойца ребят вы работаете когда вот вы уже чувствуете что все у вас хорошо все у вас работает там да тут надо чуть-чуть подрихтовать что-то здесь надо что-то подтянуть но в целом то у вас же все хорошо да следующий этап это вот досадные недоразумения поэтому с самого начала в клубе на собственных тренировках индивидуальных приучайте к себя к тому что вы будете отвлекаться это стимуляция вот того самого навыка отвлекаться не отвлекаясь действовать не действует да когда вы приучаете себя к такой возможности когда вы приучаете себя к тому что вы можете просто задуматься о чем-то когда вы приучаете себя к тому что отвлечься это вообще норма для человека вы же все время отвлекаетесь согласитесь вы на работе сидите то ручку покрутите там например да то зайдете на какие-то сайт там не относящийся к работе то еще что-то да отвлекаться для человеком нормальную таким образом он снижает либо уровень незаинтересованности либо уровень стресса вот но у бойцов таких вдохи достаточно проблемных уровень незаинтересованности довольно высокий они заинтересованы в том что делают сами часто не заинтересованы в том, что делают противник. Такой вот бывает момент. Это и есть момент отвлечения, к нему надо привыкаться. Поэтому я и советую, отвлекайтесь сами. Работайте, намеренно отвлекаясь. Эдуард пишет, первый раз я еще новичок был на семинаре у Сифо Кеншпехта при работе против нескольких противников. Я случайно слегка ударил Сифо. Он понял, что это нелепая случайность, дал мне подзапливание. Окей, окей. Так, про спорт пишет. Несколько раз рвали связки на гоноскопе. Была жесткая травма плечевого сустава, несколько переломов в пальцах, но тем не менее все еще в строю. Здорово, что вы в строю. И я уверен, что вы учли все эти проблемы и наверняка их больше не повторяете. Вот поэтому, ребята, продвинутые даже ребята, еще раз, послушайте моего совета. Сами отвлекайтесь. Периодически отвлекайтесь сами. Учитесь работать так, чтобы не смотреть на противника, не просто там оборачиваться, не смотреть, думать о чем-то другом. Декламируйте стихи, пойте песни. Что хотите делать? Учите, приучайте себя отвлекаться, работайте отвлеченным в том числе. Так, Алексей пишет. А травмы паха и пальцами в глаз? Да, верно. Спасибо, Алексей. Я немножечко забыл об этих вещах. Значит, да, действительно, травмы паховой области периодически случаются. и они случаются с бойцами как новоприбывшими, так и средними бойцами. В основном это связано с тем, что люди недостаточно хорошо отрабатывают скомпилированность своих техник. Вроде бы и видно, что удар летит в паховую область. Неважно, руками, ногами, там, да, инжао, там, например, да. Вроде бы и видно, а человек не может скоординировать уже свои действия. Его руки, ноги, они оказались где-то в других местах совсем и не успевают, да. Это вопрос техники, конечно. Это вопрос техники, вопрос того, как человек достаточно, достаточно добросовестно работал над своими техниками или понадеялся на случай. Согласен. И по поводу глаз. Да, действительно, бывают проблемы. Значит, один раз у нас была травма сетчатки глаза. Впрочем, она отнивелировалась дальнейшим несложным лечением, каплями там и так далее, но была такая травма. Значит, и были, было несколько моментов, когда линзы вылетали, да, боец, например, приходил с линзами в глазах, да, и линзы эти вылетали, и приходилось их искать где-то. Ну, так же точно, находил, промывал, там, ставил, ну и вперед. Но буквальных травм, слава богу, не было. Таких вот прям жесточайших повреждений глаз, потому что все-таки, как я уже говорил, одна из характерных особенностей хорошего бойца это дозирование. Умение дозировать все-таки свои действия, умение следить за тем, что он делает, а не творить всякое безобразие на удачу. Тоже все время учили отвлекаться, но забываешь, когда это необходимо. Ну, вот хорошо, что мы это напомнили как бы друг другу, да? Не забывайте об этом хорошем правиле.